Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41 канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Воронежский губернатор отчитался о работе областного правительства за 2020 год. Неподъемное удобство. Жители многоэтажки на улице Героев Сибиряков полгода живут без лифта. У вас будет ребенок. В Воронеже работает школа для приемных родителей. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. В США. Полиция была замечена работающей рядом с железнодорожной станцией общественного транспорта в Сан-Хосе, штат Калифорния, после того, как боевик убил по меньшей мере 8 сотрудников, ранил еще несколько, а затем, как полагают, покончил с собой рано утром в среду. Некоторые сотрудники были замечены эвакуированными. По сообщениям СМИ, стрелявший был опознан как обслуживающий работник транспортного управления долины Сэм Кэссиди. Германия. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала веху для современного энергоснабжения в Европе, поскольку подводный кабель, который позволит передавать возобновляемую энергию между Германией и Норвегией, был открыт в четверг. Силовой кабель мощностью 1400 мегаватт призван помочь Германии приблизиться к своей цели увеличения производства возобновляемых источников энергии в свете планов поэтапного отказа от ядерной и угольной энергетики. Нидерланды. Климатические активисты были замечены танцующими и празднующими после того, как суд в Гааге вынес решение против многонациональной нефтегазовой компании. Согласно вердикту, компания должна сократить свои выбросы. СО2 на 45% к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом. В 2018 году к этому иску присоединились еще несколько НПО и более 17 тысяч граждан. Ожидается, что приговор будет обжалован. Сирия. Избиратели пришли отдать свои голоса на президентских выборах в Сирии. В Хан-Шейхуне в сельской местности Идлиба в среду. Сегодня мы находимся в священном сельском Идлибе. Сегодня день принятия решения президентом республики. Мы, сирийцы, выберем президента, который будет избран народом без какого-либо давления или угроз. Сирийский народ выберет своего президента, который будет руководить его судьбой и судьбой Сирии, сказал избиратель. Массовая акция протеста в Идлибе, обычно считавшимся оплотом сирийской оппозиции, захлопнула выборы. Выборы являются вторыми с момента начала конфликта в 2011 году, в ходе которого были убиты сотни тысяч людей и миллионы перемещенных лиц. Южная Африка. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума обратился к своим сторонникам на митинге в Питер-Маритсбурге в среду. Мероприятие состоялось после того, как Зума не признал себя виновным, явившись в суд города ранее в тот же день. В Зуме предъявлены обвинения в коррупции, мошенничестве и отмывании денег, связанных с оружейной сделкой 1999 года, когда он был заместителем президента. Бывший президент утверждает, что судебный процесс является политически мотивированным. Китай. Пресс-секретарь Министерства торговли Китая заявил, что торговые главы Китая и США провели свои первые переговоры под руководством президента США Джо Байдена на пресс-брифинге в Пекине в четверг. Обе стороны считают крайне важным развивать двустороннюю торговлю и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес и договорились продолжать общение, сказал представитель Министерства торговли Китая. Он также подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение между Китаем и ЕС об инвестициях является сделкой, выгодной для всех сторон. Его комментарии последовали за решением Европарламента заморозить дебаты по ратификации соглашения на фоне ссоры из-за санкций. Бельгия. Бельгийские власти прекратили дальнейшее использование вакцины Джонсон и Джонсон COVID-19 для людей моложе 41 года в среду, после того, как первый человек в ЕС умер от тяжелых побочных эффектов, связанных с уколом. Правительство ждет рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам, прежде чем принимать дальнейшие решения относительно вакцины. Бельгия. ЕС пытается оштрафовать британско-шведскую фармацевтическую компанию «Астразенека» за обвинение в том, что она не выполнила требования поставок в ходе судебного процесса, который начался в Брюсселе в среду. ЕС утверждает, что «Астразенека» не выполнила свои необходимые поставки доз для выполнения британских заказов, а также других внешних по отношению к ЕС. Суд предлагает штраф в размере 10 миллионов евро за каждое нарушение, но до сих пор нет четкого вердикта о том, нужно ли будет «Астразенека» выполнять недостающие заказы. Турция ввела запрет на ввоз большинства европейских пластиковых отходов, подобные которым скопились на улицах Аданы. После призывов Гринписа и других экологических организаций Министерство торговли Турции объявило на прошлой неделе, что с 3 июля полиэтилен, тип пластика, обычно используемый, например, в хозяйственных сумках, будет исключен из списка пластмасс. Однако недавние кучи мусора не все из местного региона. Надписи на немецком и других европейских языках валяются по обеим сторонам улицы вдоль каналов и сжигаются под открытым небом. Приток пластиковых отходов из ЕС и Великобритании, который в прошлом году отправили в Турцию, более 210 тысяч тонн пластикового мусора, также привел к росту незаконного вывоза мусора. Предприятия, которые пытались перерабатывать в рамках правительственных постановлений, утверждают, что запрет на импорт сильно повлияет на их средства к существованию, и внутренняя переработка пластиковых отходов не может удержать их на плаву. ООН. Несколько стран, включая Эстонию, Францию, Ирландию, Бельгию, Германию, Норвегию, Великобританию и США решительно осудили вынужденную посадку рейса Ryanair 23 мая в Минске и потребовали немедленного освобождения журналиста Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги, арестованных белорусской милицией при посадке в совместном заявлении, зачитанном в ходе видеоконференции «Нью-Йорк» в среду. Самолет, принадлежащий компании Европейского Союза, перевозивший более ста пассажиров из столицы одного государства, член ЕС в другое, был вынужден приземлиться по ложным основаниям. В заявлении содержится призыв к Международной организации гражданской авиации расследовать беспрецедентный и неприемлемый акт и найти виновных в нем. Португалия. Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил, что у белорусского президента Александра Лукашенко нет будущего без поддержки России, выступая в четверг перед СМИ в Лиссабоне, предупредив, что в ближайшее время могут последовать новые санкции против Минска. Выступая перед встречей со своими коллегами из ЕС, Масс подчеркнул, что предстоящий Женевский саммит между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным предоставит хорошую возможность для обсуждения белорусского вопроса. Он также подчеркнул, что недавно введенные санкции могут быть только началом большой и длинной спирали санкций, и что ЕС проверяет не только тех лиц, но и те компании в Белоруссии, которые могут быть подвергнуты санкциям. Высокопоставленный немецкий дипломат также отметил, что ЕС ожидает освобождения более 400 политзаключенных, и до тех пор, пока это не произойдет, в ЕС не может быть никакого ослабления санкций. Новости ближнего зарубежья. Беларусь. Пассажиры рейса «Белавиа», следовавшего из Минска в Барселону, прокомментировали ситуацию после того, как самолет должен был вернуться в белорусскую столицу в среду. Пассажирский самолет не был допущен в польское воздушное пространство из-за сообщений об ограничениях со стороны Франции и был вынужден приземлиться в аэропорту вылета. Несколько стран ввели ограничения в отношении белорусского национального перевозчика «Белавиа» после того, как 23 мая рейс «Райан-Эйр» был вынужден свернуть в Минск из-за предполагаемой угрозы взрыва. Российские новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел совещание об укреплении армии, флота и оборонно-промышленного комплекса с руководством Министерства обороны в Сочи. Для нашей страны с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций, отметил глава государства, комментируя вопрос высокой готовности военно-транспортной авиации. Помимо этого, он высказался о высокоточном оружии. Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности. Баллистические крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбой разных калибров. По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы. А по ряду показателей являются уникальными, заявил Путин. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу в четверг осмотрели макет нового военного музея, который появится в Московской области. Шойгу рассказал, что на экспозиции представят 740 тысяч экспонатов, а займет комплекс около 150 тысяч квадратных метров. Мы здесь сделаем мастерские, которые будут каждые полгода менять, и люди будут приходить сюда, как в театр. Сегодня постановка полгода будет вот такая. Не постановка, а показ исторических событий того времени. Это будет и Первая мировая война, и Куликовское сражение, и многое другое, рассказал Шойгу. По его словам, экспозиция будет обновляться раз в полгода. Сотрудники Федеральной службы безопасности в апреле 2021 года предотвратили два теракта, планируемых сторонниками запрещенной в России Международной террористической организации «Исламское государство» в Ставропольском крае. Об этом сообщили в ведомстве в четверг. На кадрах подозреваемый дает показания, в которых признается, что изготовил горючую смесь с целью использования против населения. Кроме того, на видео показаны обнаруженные и изъятые сотрудниками правоохранительных органов взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. Установлена личность и задержан житель города Ставрополя. Помимо того, был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, который прибыл в Ставрополь для совершения преступлений террористического характера. Где именно хотели провести акцию, не уточняется. Однако ранее в ряде СМИ прошла информация со ссылкой на ведомство, что взрыв планировался 9 мая в Норильске во время военного парада. Лазерное шоу и проект «Поющие мосты» открыли празднование дня города в Санкт-Петербурге в ночь на четверг. На кадрах дворцовый мост в северной столице разводится под гимн великому городу из балета «Медный всадник», после чего на поднятом к небу дорожном полотне по очереди появляются изображения исторических личностей, деятель науки и культуры. Так на крыле моста можно было различить образы новгородского князя Александра Невского, писателя Федора Достоевского, поэта Николая Некрасова и нобелевского лауреата Андрея Сахарова. Над него и также прозвучал романс из кинофильма «Овод» композитора Дмитрия Шостаковича, музыка Валерия Гаврилина из балета «Анюта» и композиция из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Как сообщили на сайте главного организатора проекта «Поющих мостов», представление проводится с 2016 года. За четыре сезона мероприятие посетило более 20 миллионов человек. 28 мая в России отметили День пограничника. Владимир Путин поздравил военных с профессиональным праздником. В Петропавловске-Камчатском поздравили ветеранов и кадетов. Почтили память погибших на службе минутой молчания. В центре города прошли маршем колонны военнослужащих. Десятки пограничников собрались на центральной площади Абакана. Они встречаются в праздник каждый год. Это традиция. Многие приезжают из других городов, чтобы увидеть сослуживцев. Некоторые прошли с флагами по улицам в честь праздника. Новости нашего региона. 27 мая состоялся ежегодный отчет губернатора Александра Гусева перед депутатами Воронежской области. Глава региона затронул социально-экономическую сферу. Такие как здравоохранение, социальная защита, промышленность, предпринимательство, дорожные деятельности, сельское хозяйство. На заседании присутствовали 44 депутата. Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин, заместители губернатора, депутаты Госдумы, главы надзорных органов и общественных организаций. Открывая заседание, Александр Гусев сообщил, что для Воронежской области прошедший год был одним из самых сложных. Правительству области удалось мобилизовать все силы для борьбы с пандемией коронавируса и защитить граждан. Губернатор напомнил, в короткий срок под лечение больных коронавирусом перепрофилировали 45 медучреждений. На пике заболеваемости развернули 5,5 тысяч коек. Эпидемическая ситуация привела к снижению деловой активности и частных инвестиций. Тем не менее, в 2020-м Воронежская область привлекла более 250 миллиардов рублей и заняла третье место в Центральном федеральном округе. По производству молока регион перешагнул показатель в 1 миллион тонн и вышли на первое место в ЦФО и на третье место в России. По разведению крупнорогатого скота область на третьем месте в стране. В отчетном году введены в эксплуатацию сразу три крупных молочных комплекса в Бобровском, Бутурлиновском и Лискинском районах. По данным Федеральной налоговой службы, на конец 2020 года в Воронежской области было зарегистрировано 84 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. В завершении губернатор отметил, что новая задача – полностью вывести экономику регионов до кризисного состояния. Необходимо обеспечить рост доходов граждан. По словам губернатора, рост зарплат должен превышать уровень инфляции. Олеся Лисюк, Елена Цветкова, 41 канал. Прокуратура Воронежской области передала в Центральный райсуд материалы уголовного дела бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антеликаторова. Ведомство утвердило обвинительное заключение по делу о взятке в особо крупном размере. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Чиновник, по версии следствия, через своего коллегу, первого вице-мэра Сергея Курила, получила директора общества «Фрегат» Шамиля Битокова взятку размером в 1,5 млн. рублей за помощь в принятии управленческих решений в интересах конкретной организации. В начале 2018-го «Фрегат» судился с управлением развития предпринимательства из-за закрытия ярмарки «Купеческая» на проспекте Патриотов. Однако к июню того же года стороны заключили мировое соглашение. Обвиняемый признал свою вину в получении взятки от Сергея Курила. Но сумма сократилась в половину. По его словам, взятка была равна 750 тысячам рублей. Он сразу же выразил намерение вернуть деньги. После задержания в марте 2020 года Алексей Интеррикаторов покинул пост главы агентства инноваций и развития, который он занимал после ухода из мэрии. Год он провел по домашним арестам, а после вышел под подписку о невыезде. Галина Жукова, Елена Цветкова, 41 канал. Вот уже почти полгода, как жители многоэтажки на улице Героев Сибиряков живут без лифта. Неработающий лифт новый, но в эксплуатацию до сих пор не введен. Для пенсионеров верхних этажей это стало настоящим испытанием на прочность. В ситуации разбиралась Галина Жукова. Так начинается каждое утро пенсионера Владимира Калинина. Даже спуститься с восьмого этажа для него целая проблема. Не говоря уже о том, чтобы подняться. Таких, как он, в доме большинство. Я живу на девятом этаже. Ходим уже полгода пешком. Дом наш шестиподъездный. Двести... Четыре квартиры. Двести четыре квартиры. Девятиэтажный дом. Ни в одном подъезде не работает лифт. Народ возмущен. Кому обращаться, никто не знает. Вообще-то, говорят, лифт исправный и совсем еще новый. Его установили во время капремонта. Мы уже прокатились на них даже. Когда механики или кто там, я не знаю, кто там сделал. Неплохие лифты, я скажу вам. И все как будто пропало. После пробного пуска все спустили на тормоза. Между тем, говорят жители, старый лифт за 50 лет своего существования давно исчерпал свой ресурс. К его замене жильцы отнеслись с пониманием и готовы были терпеть временные неудобства. Устанавливать новые подъемники начали еще в январе этого года. Здесь грохот стоял. И отбойные молотки работали, и болгарки работали, и все, все, все. И отверстия сверли под новые крепления. То есть работали от души. За два месяца они демонтировали, поменяли, разбили здесь. Вы посмотрите, о каком состоянии подъезда. Поставили новые винты. В доме народ живет несуеверный, но работы, по иронии судьбы, завершились ровно 1 апреля. Получается, говорят жильцы, что их обманули. А может быть, это проклятие. Вон у других домах на Героев Сибиряков та же история. Вот 54-й дом, 36-й, 3-й, еще какие дома, я два не знаю. Они все без лифтов. Люди инвалиды, люди пожилые. Месяц лифты стояли. Вообще никто к ним не подходил, апрель месяц. В мае должны были пустить, никто не пускает. Мы, конечно, стали жаловаться во все инстанции. Фонд капремонта себя ответственно снял, звонили постоянно. Дом управления снимает. Лифтовые компании звоним, говорят, им еще документы не передали. Как нам пояснили, в компании «Лифтинвест», которая производила замену лифтового оборудования, вся необходимая документация была передана ими в управляющую компанию советского района. Именно обслуживающая организация обязана подать соответствующие заявления в Ростехнадзор о вводе лифтов в эксплуатацию. Все необходимые процедуры до начала запуска в работу подъемника занимают определенное время от двух недель до полутора месяцев. По результатам осмотра специалистами Ростехнадзора в течение последующих пяти дней оформляется акт ввода в эксплуатацию и запускается лифт. В свою очередь в управляющей компании советского района нам сообщили, что работы по запуску лифта назначены на 27 мая. Ускорил ли этот процесс наш приезд или это просто совпадение, но лифт в доме после полгода ожиданий наконец-то заработал. В Воронеже около 250 семей ежегодно получают разрешение на усыновление детей. Для этого они должны пройти специальные курсы в школе приемных родителей. О том, как семьи готовятся к ответственному шагу, расскажет Олеся Олесюк. Татьяну с мужем в школу приемных родителей направили органы опеки и попечительства. Взять ребенка, не пройдя двухмесячные курсы, нельзя. Необходима психологическая подготовка после того, как ребенок окажется в семье. Какое-то время родители при возникающих проблемных ситуациях могут обращаться за психолого-педагогической поддержкой. Детей у нас с супругом, к сожалению, своих нет, но у нас есть ресурсы, силы, желание и возможность любить ребенка. Детей в системе очень много. Семья хотела бы взять девочку в возрасте до 10 лет, но если такую не найдут, будут рады любому ребенку. К тому, что в семье появятся дети, готовились 4 года. С супругом обговорили буквально на Новый год. Так получилось, что в поздравительной открытке друг другу написали, давай возьмем ребенка. Для ребенка есть отдельная комната, но в ней нет деталей, потому что мы не знаем, какого пола и возраста будет наш ребенок. Но два платьишка детских я уже купила. Не получится взять девочку, отдадим детский дом эти платья. За смену обучения проходит 15 человек. Желающих взять приемного ребенка сегодня много. Некоторые стоят в очереди несколько месяцев, чтобы попасть на занятия. Средний возраст усыновителей от 30 до 45 лет. Причины у всех разные. Чаще всего на такой шаг решаются, когда в семье нет собственных детей. Или в семье случилась какая-то трагедия. Школа приемных родителей – это своего рода экзамен. Готов ли человек к воспитанию ребенка? Занятия проходят в двух направлениях – лекционные и тренинговые. Наиболее часто люди не решаются взять ребенка и страх, что они не справятся. Обязательно мы на школе приемных родителей рассматриваем вопросы трудного поведения и управления этим трудным поведением. Рассказываем о том, с чем могут родители столкнуться на этапе адаптации приемного ребенка в семье. Обучение приемных родителей ввели 21 год назад. В 2012 году это стало обязательным, так как за год до этого было много случаев возвращения назад в детские дома усыновленных детей. После того, как людей стали готовить к родительству, число возвратов стало меньше. В школе приемных родителей учат понимать, к примеру, почему ребенок стал себя плохо вести. Самые распространенные случаи адаптации при принятии ребенка прорабатываются на тренингах. Поведение взятого из детского дома ребенка может быть вначале каким угодно, ведь он может не доверять новым маме и папе из-за того, что один раз его уже предали его собственные родители. Психолога-педагогическая поддержка поможет сделать замещающих родительство успешнее, а дети будут чувствовать себя счастливее в этих семьях. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. В Воронеже продолжается ремонт театра кукол. Рабочие уже приступили к облицовке здания плиткой. Напомним, ремонт театра кукол начался неожиданно и со скандалом. Было это в конце декабря, почти под Новый год. Общественники тогда негодовали. Многие были уверены, после того, как сняли лепнину и начали сбивать плитку из ракушечника, о прежнем театре кукол можно будет вспоминать только по фотографии. Опасения были, что здание превратится во что-то среднее между супермаркетом и новыми многоэтажками, которые облицовывают плиткой. Сейчас к облицовке театра только приступили. Новую плитку обещали подобрать такую, чтобы она максимально была похожа на прежнюю. Общественники возмущаться не торопятся. В любом случае, все работы ведутся под строгим контролем скульпторов и архитекторов. Каким будет облик кукольного театра, пока говорить рано. Слепки декора и ливнины отчего-то заранее не сделали. Их срезали вместе с плиткой. Когда будут восстанавливать эти украшающие здания элементы, неясно. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»